Ох! Перестань! Перестань! Слышали этот гул? Охренеть! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем снова в Garden of Banban 2. В первую часть мы уже играли, можете посмотреть здесь, и теперь мне любопытно, что же в этой детской кривой хоррор-игре сделали такого страшного, отчего игра бомбит в интернете и всем очень интересно. Кстати, вышел уже третий эпизод, мы в него очень скоро поиграем сразу после этой. Давайте приступать! Повстречаем новых веселых, забавных, в то же время страшных персонажей, которые непредсказуемы, которые для родителей, которые ищут своего пропавшего ребенка, время дело тонкое. Нажми на часы, чтобы перевести время. Пропустить. Нажми на часы. На какие часы нужно будет мне нажать? А, по-моему, то же самое было написано в первой части, и я не нажимал ни на какие часы. Кстати, да. Оп! Ты чё, чё с тобой случилось? А, мы упали на него, и он подох. Вообще-то, я думал, что это будет главный персонаж в этой игре, и он... Хотя он сейчас, скорее всего, встанет, да? Так, мы подобрали ключ-карту, shift для спринта. Спринта. Вам не хватает очень что-очень важного? Чего мне не хватает очень важного? Инструмента? А! Пульт! Окей. Мы же будем продолжать дроном управлять. Всё, теперь можно идти, да? Он встанет. Он точно встанет! Но нас уже здесь не будет, поэтому не страшно. Окей, мы провалились в какой-то исследовательский центр, который выглядит как бэкрумс. Бэкрумс? Эта игра как-то связана с этим? Хорошо, ещё и ещё. Итак, вот и всё. То, что мы сделали, наконец-таки придёт за нами, чтобы нас куснуть. Все пропали, и какие-то шёпоты из бездны продолжают становиться всё громче. Я думаю, даже увидел несколько лиц, которые смотрели на меня снизу. Нам говорили, что всё, что бросается в бездну, погибает. Но, кажется, нас обманули. Если ты читаешь это, то вот тебе мой совет. Уходи. Как я уйду? Ты смог уйти? Вообще, отсюда кто-нибудь смог уйти? Всё здесь должно быть забыто и стёрто из истории. Какого фига? Почему здесь всё выглядит как будто бы город? Внешний сектор. А это какой сектор? Хорошо. Мы перемещаемся... А! Разный медицинский сектор и... Там не написано, что это за сектор. Погодите, дорожка. Надо по ней идти, судя по всему. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Перестаньте, перестаньте. Стрюбно как-то здесь всё. То, что не разноцветное, так что-то даёт нам? Нет, вряд ли. А как нам открыть это? Окей. А если ещё раз нажать вот эту кнопочку? Понял. Давайте пойдём сюда. О! Перестань, перестань, перестань! Камс. Я не знаю, что значит камс. Без понятия, что это значит. Это... Лифт к успеху, но лестница хорошо для упражнения. Для упражнений. Для поддержания физической формы. Итак, спайдер из... Паук реален. Сейчас мы узнаем, реален он или нет. И он идёт за тобой. Ха-ха! А что за паук? Я не видел таких пауков персонажа здесь. О! Он смотрит на меня! Вон он внизу! И он исчез, конечно. Ну, конечно же. Вот! Это... Это и есть паук. Это новый какой-то перс. Слышите? Что это? Эй! Эй! Ты там! Я вижу тебя на камерах. Я так рада вас видеть. И мне нужна ваша помощь в одном деле. Подожди. Ты вообще меня слышишь? Алло! Послушай, если ты слышишь, что я говорю, махни рукой в любую камеру. Би-би-би-би-би-би. Махаю. А, вот так. О, слава богу. Я так рад, что ты здесь. Я думал, это конец. Я осмотрелся и вошел в комнату охраны, затем дверь закрылась за мной, и я застрял внутри с тех пор. Для открытия нужна светло-голубая ключ-карта, но у меня ее нет. Зато ты в безопасности. Я знаю, почему ты здесь. Я могу помочь тебе, но ты должен вытащить меня отсюда. Если я правильно помню, только работники технического обслуживания имели светло-голубой ключ, так что тебе придется спуститься в комнату технического обслуживания и посмотреть там. Та дверь, вероятно, тоже заперта, я не могу открыть ее отсюда, но у меня есть контроль над дверью в комнату отдыха. Вот, я открыл его для тебя. Посмотри, может, найдешь там что-нибудь полезное. Спасибо. Итак, что тут у нас по новым персам? О, стоп, а этого персонажа я не знаю. А тебе следовало бы ее знать. Почему? Ну вот смотри, ты когда закончишь тут свои дела, на какие шиши домой поедешь? Хм, буду стоять возле дороги и просить подвезти бесплатно. Ну или расплачусь как-нибудь иначе и буду потом плакать в душе. А почему бы не воспользоваться деньгами для оплаты? Потому что я все потратил на дорогу сюда. Вот именно, ты бездумно обращаешься с деньгами и никак не планируешь свои расходы. А, нет, погоди, тут еще деньги остались, вот в кармане завалялись. А, ну тогда... Что это за звук? А? Что ты делаешь? Да просто жажду накрыл и купил газировку в автомате. Ты серьезно? Не, по правде мне просто захотелось сладенького. Черт, я и правда не умею обращаться с деньгами. Что же делать? Вырастить свою большую жабку. Погоди. А, вот что за жаба нарисована. Верно, это персонаж из игры Денежная жабка в мобильном приложении Тинькофф с механикой Тамагочи, где ты выращиваешь свою жабку с зеленого до платиного уровня, откармливая и поддерживая ее уровень счастья, зарабатывая монеты в мини-играх. Что это было? О, автомат сдачи мне выдал. Оп. Этого хватит мне на дорогу домой. Видишь, все продумано. Ну, возможно, что опять? Это я кинул монетку в эту ямку. Зачем? На счастье, конечно. Черт! Господи! Помоги мне! Слушай меня внимательно! Я слушаю! В игре есть два счета. Кредитный, чтобы покупать жабки еду. И накопительный, для кэшбэка и заработка, чтобы потом закрывать задолженность по кредитному счету вовремя. Кредитный и накопительный. В процессе игры можно научиться грамотно распоряжаться финансами. Ведь, чтобы переходить с уровня на уровень и растить жабку, необходимо проходить тест на финансовую грамотность. Таким образом, игра поможет тебе правильно обращаться с кредитными картами уже в реальной жизни. Такими, как Тинькофф Платину. Это карта с кредитным лимитом до 700 тысяч рублей. Кстати, по ней можно получать кэшбэк до 30%. Также, прокачивая жабку, можно выиграть классные призы от партнеров и участвовать в розыгрыше денежного приза одного миллиона рублей среди тех, кто дорастил жабку до платинового уровня. Всего будет 10 победителей. Они будут выбраны случайным образом с помощью рандомайзера и получат по 100 тысяч рублей. Опа! Займусь этим прямо сейчас! Отлично! Переходи по ссылке в описании и взращивай свою милую толстую жабку. Куда делся телефон? Хотел фонариком посветить в пропасть, чтобы монетки найти. И в итоге уронил телефон. Господи, боже мой! Здесь ничего полезного нету. Он сказал поискать, посмотреть внимательно. Дрон! Два дрона. Но я не могу с ним ничего сделать, потому что они не работают. Вот он открыл дверь на какую-то, да? Вот ту. Можно ли открыть? Посмотрим сначала здесь. С днём рождения! Меня, что ли? Ну, конечно же, нет. А вот это что-то... Опа! Всё! Нас антенна собрано полностью. Старый друг ждёт в лобби. Ты здесь! Тебе нужно вон туда упереться. Давай! Хорош! Нажал. Умница. Погодите, кнопка. Он что-то что-то скажет? Ах, старые добрые дроны. Я потерял свою пару недель назад. Рабочие по обслуживанию использовали их для самых разных целей. Дотянуться до высоких мест, схватить упавшие в пропасть предметы и даже для комфорта. Комфорта? Хорошо, что у вас это есть. Это может пригодиться в нашей маленькой головоломке. Посмотри вокруг и попробуй выяснить, как попасть в комнату технического обслуживания. Я не уверен, что смогу быть полезен, но махни в камеру, если тебе нужен мой совет. Ооо! Он будет подсказывать нам, если уж мы совсем глупенькие. Игрушка может быть настроена по взаимодействию с рабочими столами. Как... Что это значит? Неправильно. Подскажи, пожалуйста! Ну? Моя память немного размыта, но я помню что-то о том, что руководство мешало работникам с хорошими оценками выходить на работу позже, чем работникам с худшими. Чем лучше были результаты, тем позже вам разрешалось приходить на работу. Должно быть стимулировать работников с низкими результатами приходить раньше и работать лучше. Естественно, это означало, что человек с наименьшим результатом будет пребывать первым. Чтобы убедиться, что так было всегда, была создана система, позволяющая работникам пробивать только идеальный порядок, подразумевающий, что никто не опоздает. Да, эту систему не очень любили. Вот небольшая совещательная, и здесь у нас есть кассета изображена. Ну-ка, можно ли? У вас нет записи для игры. Уже понятно, что нужно нажимать кнопки в той последовательности, в которой приходили рабочие. Тут не подписаны их рабочие места. Давайте просто так набумбуем, пока он звук хороший не издаст. Вот, это правильно. Дерьмо полное. Так, потом... Вот это тогда? Это будет надолго, ребят. Час. Чучу, конечно, быстро. Опа, правильно. Короче, первое, последнее. Ух ты угадал. Первое, две, последнее. Потом... Ты? Чёрт. Окей. Потом... Опа, стулья двигаются. Потом вот этот. Ты? Дерьмо. Потом вот этот. И осталось ещё... Три нажать. Но правильно, желательно. Хорошо, ещё две. Какой ты из этих? Я думаю, ты. Есть! Правильно. Всё, отлично. И дверь открылась. У нас здесь ключ-карта. Зелёненькая. Значит, мы можем теперь сюда пройти. Давай, дрон. За мной лети. Ничего страшного есть у тебя, нет, друзья. Говорит, нап-нап. И быть... Ничтожным, как я. Относись к людям так, как хотел бы, чтобы к тебе относились. С уважением. Ты говоришь... Я, может быть, и медленный, но я быстрый. Когда дело касается, кому-нибудь... Помочь. Умница. О, боже мой. Что-то это очень большое помещение. У нас здесь стрелочка, которая указывает... Почему-то в эту сторону. Ну ладно. Мы просто пойдём. Я пока не понимаю, что означают эти стрелочки. У них разные цвета. На полках ничего не лежит. Это своего рода лабиринт. Кажется, мы будем бежать в обратную сторону, и эти стрелки будут нас запутывать. Поэтому их не смотрим, не слушаем, что они нам подсказывают. Это будет долгая погоня. Опа, смотрите. Сегодня образец 6 был представлен своему донору генома. Доктору, работающему в учреждении, известном как Юэй. Однако результаты не оправдали ожидания. Образец 6 сначала отнёсся к Юэй, как к любому незнакомцу, с вежливым приветствием и рукопожатием. До этого момента образец 6 называл себя Юэй. Когда настоящий Юэй объяснил образцу 6, что он является первоначальным донором генома, он попытался объяснить ему некоторые научные аспекты процедур с использованием гиваниума. В середине фразы образец 6 стал чрезвычайно возбуждённым и попытался напасть на Юэй, прежде чем быть остановленным охраной. Юэй получил лечение от незначительных травм. Образец 6 находится в изоляции. С момента открытия образец 16 отказывается общаться с любым из сотрудников, за исключением доктора WM, с которым он лично запросил разговор. Запрос не был удовлетворён в интересах безопасности WM. Кейс не готов к презентации или тестированию. Что это за... что это за образец или кейс 6? Есть. Я думаю, мы ещё его увидим. Может быть, это как раз таки паучок. Смотрите, кассета, которую мы сможем посмотреть как раз таки там. Чё, идём выше. Опа! Жёлтое стекло является легко бьющимся материалом. Игрушку направлять можно... а, нельзя направлять прямо на него. Давайте. Дрон! Ты где? Вот, ты где? Значит, мы можем вот так попробовать его направить. Давай, врезайся. Есть! Хорошо, кнопочка нажата. Давай обратно. Теперь вот эту кнопочку жми. Блин, дрон бы чуть-чуть быстрее управлялся, но очень долго. Есть! Давай обратно. Вы пока он три раза эти волны покажет или четыре, даже пять раз, сволочь. Двигайся быстрее. Нажал. Что там? Чё-то очень сильно двигается. Погодите, или это снизу открылось? Походу, снизу открылась дверь, да. Бу! Говорит нам паучок. Зачем нам быть здесь? Тут же ничего нет. А, есть! Много карта. Погодите, здесь кто-то был? Я... Как будто я увидел, но понял это слишком поздно. Кажется, нам сейчас надо будет бежать. Дрон. Ой! О-о-о-о-о-о! Бегом, 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 бегом! Кто за мной гонит? Извините, я понял. Там было написано объяснение по стрелочкам. Значит, смотрите. Синяя означает правильно, а розовая... А-а-а! Да дайте мне прочитать. Короче, синяя стрелочка показывает правильно, розовая, неправильно. Все, побежали. Мы не слушаем только розовые стрелочки. Скорее, скорее, скорее. Он, наверное, там сверху ползет, да? Окей, бежим. Вон он! Короче, нельзя останавливаться ни на секундочку. Пошла ты! И ты туда же иди. Надо было больше разных стрелочек сделать, чтобы мы в итоге запарывались чаще. Все, мы спаслись. О-о-о-о, ладно. Короче, мы нашли кассету, мы нашли новую карточку. Никто не будет с нами болтать? Ладно. Давайте сначала кассету посмотрим. Могу пройти, ну ладно. Опа, что это? Это... Это бан-бан? Ладно, мы ничего не можем сделать здесь, ничего не показано. Просто мы видим его. Так, какого цвета там мы карточку нашли? Вот. Просто коробки. Что это? Жутко, жутко было. Если ты прочитаешь это достаточно быстро, то что там еще было написано, я не успел. А! Я тебя видел! Ты, знаете, с одним выстрелом, я получу все твои карточки. Я получу идеальный экземпляр. И мне не придется иметь дело с этой штукой внизу. И все это благодаря тебе. Да ладно. Я не так уж и сильно тебя ударил. Или, может быть, я... В любом случае, вам лучше вздремнуть, пока я готовлюсь к нашей маленькой операции. Прикольная была штука с этой запиской. Операция надо мной будет производиться. А чем мы не на каталке, а мы просто на полу валяемся. А зачем ему операция? Что он хочет? А, это просто какой-то матрас лежит. Он сказал, что заберет все мои карточки. Да, я он это сделал. Ну, хоть пульт остался и дрон в моем распоряжении. Значит, нам нужно в эту сторону. Погреть здесь крестик. Вот здесь кнопка. Я так понимаю, что это стекло, которое не бьется, да? Я не думал, что там пропасть. А, вот же кнопка. Давай, сюда лети. Тупой, тупой дрон. Пониже опустись. Ненависть. Все? Ну, спасибо. Окей. Опять эти крестики. Что они означают? На них нажать нельзя. Но на них можно направить дрона. Все, я понял. Значит, ты полетишь сначала вот сюда. Потом полетишь тут. Да, все правильно. После чего нажмешь на эту кнопку. Мне кажется, что этот крестик здесь именно для того, чтобы я направил дрона. Но он почему-то не хочет. Наконец-то. Он должен был просто ближе подлететь. А он дерьмово подлетал. Ладно. Все, слава богу. У нас есть новая карточка. Желтая. Теперь нажимай кнопку. Не бесишь, дрон! Что-то включается. Свет. Окей. Желтая карточка. Мы нажали. Что это такое? Первый раз заметил только сейчас. Зачем мы нажали это? Стоп! Ну что, пошли. Открывай дверь. Все. Поправляемся выше. Чуть бы погромче эти механизмы звучали, потому что я не сразу понял, что что-то должно опуститься. Какой медленный лифт, боже мой. Видите, оно как-то поломано. Кто-то уже пытался отсюда выбраться. Очень грубо причем. Здесь не закончено все. Такое ощущение, как будто центр только собирались открыть. Смотрите, что это? Я забыл, как тебя зовут. А вот еще одна лежит. Ушко. Они отбивались. Отбивались от монстров здесь. Ладно, мы можем каждую из этих дверей открыть. Опа, здравствуй. Какой-то из какашки как будто бы сделан. Но он доволен. Он доволен собой. Окей. Дальше. Сейчас кто-нибудь из них встанет, да? Кто-нибудь из них побежит за мной. Они, кстати, все одинаковые, просто цвета разные. Опа. Глазы. Глаз упал, извини. Итак. Слон. Ой, это как в игре, когда тебя просят нарисовать животное. По памяти. Ты рисуешь какую-то дичь. Рыба. Бэйби, это ребенок. И дитё. Окей. Окей. И вот еще у нас есть одна. Это не является отчетом или информативным сообщением в традиционном смысле, а скорее призывом о помощи. Кто бы не читал это, я умоляю вас обсудить возможность окончательной остановки этого безумия. Вещи, скорее всего, будут размылены, когда будут написаны на какой-нибудь яркой бумаге, но вы не понимаете, насколько плохи дела на самом деле. Каждый образец, который был разработан, испытывает бесконечную невыносимую боль. Мы не знаем почему и, возможно, не должны знать. Я не могу представить ни одного из них рядом с ребенком. И, возможно, им никогда не следует быть рядом. Было бы невозможным просто здесь все закрыть резко. Поэтому я прошу вас приехать сюда и увидеть все своими глазами. Не подтверждайте злобный стереотип бездушной корпорации. Пожалуйста. Кстати говоря, здесь же QR-код. Давайте угарнем и прочитаем. Тут сообщение. Кстати говоря... Они не живы. Они не могут быть живыми. Они не ж... И обрывается текст. С QR-кодами это прикольно. Блин, жалко, я остальные не просканировал. Ладненько. Просто записка. И больше ничего полезного. Пройдемте дальше. Какая увлекательная экскурсия по этому страшному месту. Здесь все забаррикадировано. Идем сюда, в центральную комнату. А в центральной комнате... Че у нас там? Кто? Надеюсь, никого опасного нет. Смотрите. Все вот эти разноцветные твари должны дать какой-то экстракт. Distract before extraction. Типа, отвлеките перед экстракцией какого-то... Какой-то жижи. Вы должны жижу нацедить с этих ребят. Ну, его с ним уже нацедили. Не зря же он такой довольный лежит. Давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Для работы машины требуется определенная жидкость. А это что изображено? А-а-а! Черт! А какая мразь огромная! Оно живое! Не пересекать. Оно тебя обманет. Блин, я хотел что-нибудь... Ладно, он свернул мне просто шею своими мягкими пальчиками большими. Я знаю! Дрон! Дрон! Пожалуйста, подлети-ка сюда. Хорошо! О, боже мой! А-а-а! Стоп! Вот! Не заметил. Давайте возьмем с тебя образец. Вот и жижа. Окей, нужно со всех собрать. Вон лежит еще один чувак. Сейчас нацедим. Есть. Должен получиться определенный особый оттенок. По-моему, все, да? По-моему, мы со всех собрали. Ладненько. Наполняй. Давай-давай, еще больше. Я с запасом взял. Для работы требуется жидкость. Погодите, я не все взял. Где-то есть еще один валяющийся чувак, которого я не заметил. А этот чувак не является еще одним, с которого нужно взять. Просто он переросток. Может, надо вот так сделать? Опа! Опа! Да, мы можем с него взять! Как раз-таки это последнее. Окей. Давай, открывай. Спасибо. Опа! Фейерверк. Окей. Фейерверк. Вряд ли это на нем нужно использовать. Давайте, аккуратненько. А! Блин. А, смотрите, мы можем использовать, оказывается, эту пушку. Блин, это же фейерверк. Я походил за какое-то время, не понимаю, что делать. Почему не ядро, фитиль и порох? А, мы выстрелили ему в глаз прям. Все, он ушел. Ну, отлично. Теперь мы можем пройти, да? Там что-то появилось. Что-то важное. Зайдем. Меня не убьют здесь? Хорошо, забрал. О, у меня такая же кепочка есть. Все, окей, можно дальше пройти. Итак, здесь пусто. Нет, есть записка. Еще один отчет. Образец 12G превзошел все остальные подобразцы во всех представленных характеристиках, которые включают интеллект, ловкость и имитацию. Как и задумывалось, образец 12G имитирует поведение очень послушного младенца человека, что идеально подходит для демонстрации подходящего поведения настоящим детям. Образец 12G проявляет крайне высокий уровень стресса, когда находится далеко от своего назначенного опекуна. Но уровни стресса не приводят к насильственным приступам ярости, как это наблюдалось у других образцов 12. Это приводило только к некоторому подобию плача. В плане интеллекта образец 12G способен выполнять простые математические операции, используя не только формы, но и традиционную систему чисел. Однако образец 12G не способен на внятную речь. В плане ловкости образец 12G демонстрирует исключительную выносливость с возможностью карабкаться, которая превосходит способности реальных приматов. Образец готов к презентации. Окей, он может ползать, лазать, как лучшая в мире обезьянка. У нас здесь новый ключ появился. Отлично, можем пройти дальше теперь. Пожалуйста, не высовывайся отсюда, спасибо. Ну-ка, тут распрыжка есть. Оп. Нифига здесь нету. Ладно, проходим дальше. Покажи мне, что там. Темная, темная какая-то зона, неприятно. Ладно, просто идем. Не боимся ничего, все хорошо. Мы же сделали круг, мы вернулись. О, перестань, перестань. Слышали этот гул. Охренеть! Ты что такое? Ладно, пойдемте, видимо, туда нам нужно идти. Это очень жутко. Оно какое-то вогнутое. И, возможно, даже не живое. Или, я не знаю, что-то из тьмы, из бездны. Блин, как неприятно это было сейчас. Господи, а если вот реально кто-то такие эксперименты проводит, чтобы сделать гребаный детский сад? Зачем столько усилий, я не понимаю. Видимо, оно надо. Все, во имя науки. Привет, дрон. Пожалуйста, нажми пару кнопочек. Пока что, в принципе, одна доступна только. Но нажми хотя бы эту. Поинк. Потом вот эту. Хорошо. Там, кстати, еще один дрон какой-то лежит, видимо. Давай, в центр комнаты теперь лети. Почему-то все время по-разному реагируют, разными звуками. То некоторые напоминают, как будто бы, fall. Нет, нельзя это применить. А иногда очень... Видите, вот сейчас такое. Очень оптимистично, очень задорно. Хорошо, мы нажали все. Дверь должна открыться. Открывайся. Нет. Только нижняя кнопочка на столе включилась. Теперь же, как раз таки... Да. А зачем тогда этот выключатель здесь? Оу, как здесь мило. Слишком большой коридор, чтобы не быть местом, где за мной сейчас погонятся. Черт, меня дери. У меня нет такого пропуска. Как много дверей. Во все нужно будет зайти? Просто дети вырастут уже, пока будут идти по такому коридору. Или это не для детей? А зачем ученым такой коридор? Здоров. Дрон. Есть задача. Нажми на кнопку. Ты знаешь, в принципе, больше для чего не нужен, кроме как... Ну, еще стекла бить. И еще монстров по глазам лупить. Проходим. Там я вижу глаза, которые на меня смотрят. Не надо, не надо, пожалуйста. Птицу! Куда? Ой! Девочка моя добренькая! Спасибо! А-а-а! Я думал, мы с ней покончили! Она же упала! Она же упала! Закрой дверь! Ох! А ты добрая? Вон она. Добрая ли она, мы сейчас узнаем. Пожалуйста. Я хочу, чтобы все поприветствовали нашего нового студента. Ты опоздал на занятия. В этот раз я пропущу это, так как это твой первый день. Но опоздаешь еще раз, и я разорву тебя на куски. Вы новый и непопулярный студент, поэтому вам придется сидеть за непопулярным столом в середине. Сразу шейминг! Теперь садись, чтобы мы могли начать. Какой... Какой стол непопулярный? Сядь. Это непопулярный стол? Итак, первый урок для матем... А, первый урок дня математика. В течение семестра ты узнаешь, как уничтожать других людей, как безопасность влечь человеческий мозг для еды, и... О, подожди, я ошиблась. Думаю, что это четвертый урок за день. Ха-ха! По математике в течение семестра вы научитесь складывать, вычитать, делить, умножать и многому другому. Я в восторге! Вы читали про нее. Прежде чем мы начнем, давайте пересмотрим некоторые... Окей, сколько будет... Калькулятор? И помни, что за неправильные ответы тебя очень строго накажут. Сколько будет... Дайте мы сфоткаем. Она сейчас уже уберется. Для ответа используйте магнитофоны. Какий... Любой магнитофон? Куда ты собрался? Да я никуда, я же на месте сидел. Давайте используем магнитофоны. Но тут есть умный мальчик, драматичный... Очень умный мальчик. Правильно! Ох, хорошо. Вы, дети, сегодня очень внимательны. Следующий вопрос и тот, который я написала сама. Сколько будет 2 плюс 2? Умный парень. 4. Правильно! Вау, я думала, что все ошибутся. Хорошо, последний вопрос перед перерывом на обед. Что такое страдание плюс разочарование? Драматичный. Моя жизнь. Правильно! К сожалению, на сегодня это все время, которое у нас осталось на математику. Идите на перерыв на обед, а когда вы вернетесь, мы начнем следующий урок. Где покушать? Где покушать? О, мама. Где пок... Дай покушать. Вот сюда? О, денежка. Что? Что? Что это? Мы собрали какую-то фигню? Я не знаю, что это. Какие-то кусочки. Ладно, я просто собираю. Просто собираю. Я все собрал. А где тут чувак, который... А, погодите. Непопулярные дети нуждаются в твоей помощи, чтобы спасти своего друга от хулиганов. Ну, каких хулиганов? Хулиганы требуют денег, чтобы освободить свою жертву. А. Деньги вот здесь. Еще раз. Непопулярные дети нуждаются в твоей... Что? О, вот здесь вот его буллят, да? Они его буллят. Дайте нам деньги. И тогда мы его оставим в покое. Хорошо. Вот эту лейку взять не получится. А эти, ребята, вы можете обменять жвачку на деньги с популярными детьми. Как? У меня... Я взял жвачку... Погодите, вот еще одна. А. Все, мы забрали. Теперь мы берем деньги. Отдаем деньги сюда. И ставим сюда. Да, правильно. Надеюсь. Да. Тверь открылась. Очки. Мы стали крутым! Все. Следующий урок. Всем внимание. Это объявление завершает ваш перерыв на обед. Пожалуйста, возвращайтесь к своим занятиям. Также, учителя, пожалуйста, имейте в виду, что мы разыскиваем очень-очень непослушного ученика, которого сопровождает дрон. Если вы их поймаете, немедленно позвоните в офис директора Бан-Бан. Боже мой, боже мой, боже мой, бежим быстрее на урок! Эй, вы не видели того человека, которым говорят они? О, да что я говорю, ты один из крутых ребят. Конечно, ты не разговариваешь с таким уродливым, непопулярными детьми, как они. Садись с крутыми ребятами, где вам и место. Я сел. Итак, дети, следующий урок — наука. Подобно тому, как мы делали это по математике, Итак, это первый урок науки в семестре. Это будет только обзорный урок. Но сначала я хочу познакомить тебя с правилами поведения в классе. Не есть, не говорить, не дышать, не двигаться, не задавать вопросов и не делать перерывов на туалет. Помните, что мне придется очень строго наказать вас, если вы нарушите хоть одно из этих правил. Хорошо, не двигаюсь. Вернемся к обзору. Давайте начнем с чего-то простого. Насколько горячо солнце? Эээ... Наверное, вот это? Неправильно! Ай, простите! А как? Кто? Кто должен был? Кто должен был подсказать? У нас есть популярный парень, эээ... Си Лайф, любитель морской жизни, эээ... классный клоун и... Громкий парень. Я просто подумал, что тот, кто любит жизнь морскую, наверное, знает про то, насколько солнце горячее. Насколько горячо солнце? Ну давай, хорошо. Популярный парень. Ни кто не возбуждает так, как я? Что? Это правда? Я позволю, но только потому, что это заставило меня рассмеяться, и потому что ты очень крутой пацан. Это видно по твоим очень крутым очкам. Следующий вопрос. Сколько сердец у осьминога? Ну, наверное, это и должен чувак, который любит морскую жизнь. Стингерфлин! Правильно! Что? Это частично верно, поскольку Стингерфлин близок к осьминогу. Но я позволю, так как ты крутой пацан. У обычных осьминогов три сердца, у нас людей одно, а у Стингерфлина... Вообще-то я не уверена, но давайте продолжим. Ага, ты не знаешь, ладно. Следующий вопрос. У нас есть пять органов чувств. Зрение, обаяние, вкус, осязание и... Обаяние и... Популярный? Громкий парень. Кричит. Правильно! О, вы только что использовали мое пятое чувство. Достаточно близко. Я разрешу. К сожалению, это все время, которое у нас есть для науки сегодня. Идите на второй перерыв, а когда он закончится, мы начнем следующий урок. Боже мой! Хорошо, я пошел, я пошел, пошел. Там еще кнопка есть, если... Опа, все изменилось. Если мы воспользуемся дроном, она же увидит, она же нас убьет. Хорошо, здесь есть деньги. Потому что мой крутой пацан, деньги дал. Больше денег, чтобы присоединиться к группе злых детей. В следующий раз мы будем злыми. Окей, мы, кажется, собрали все деньги, теперь... Нет, еще одна осталась. Вот, хорошо, теперь мы будем злыми. Все? Открылась следующая дверь. Итак, у нас кегли есть. Гнусный голос сейчас. Всем внимание, этим объявлением заканчивается ваш второй перерыв. Пожалуйста, возвращайтесь к своим занятиям. Вообще, мне нравится этот эпизод, он довольно забавный. Ух ты, трое новых детей за один день. Один непопулярный ребенок ужас. Один крутой и один злой ребенок. Добро пожаловать! Садитесь за стол слева от вас, где ваше место, чтобы мы могли начать. Хорошо. Короче, грубый парень, раздаватель боли, еще один грубый и грубый забиратель денег. Как и для математики и науки, это будет только обзорный урок. Давайте начнем с общих знаний, чтобы освежить ваши тупые мозги. Может ли кто-нибудь привести пример недоброжелательного человека? Наверное, вот этот. Я ненавижу школу! Это было неправильно. А, Unkind. Тут же написано Unkind. Я забью тебя до смерти! Правильно. Это прекрасный пример, хорошая работа. Конечно, если это не было направлено на меня. На этот раз, может ли кто-нибудь привести мне пример доброго человека? Даватель боли. Я подарю тебе огромную боль. Правильно, это правильно. Именно дарить другим вещи, не ожидая ничего взамен, и есть доброта. Этот урок будет замечательным. Я чувствую это. Кто это сказал? Погоди, что это было? Интересно, это новый студент? Никому не двигаться пока. Я проверяю. Блин, это было страшно. Дрон, ты мне нужен. Дрон, ты мне нужен. Сбежать. Скорее, 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 пожалуйста. О, май гад. Пожалуйста, быстрее. Закрой дверь. О, всё. Ладно, не ка... Опа. Так, ребят, пропустите. Нет. О, не только не это. В этот раз я действительно старалась быть хорошим учителем. Пожалуйста, открывай дверь. Как закрыть? Ой, господи, там очень много птиц. Очень много экземпляров птиц. Я думал, тут только один экземпляр. Хорошо, они за мной не погонятся. Здесь есть... Что это? Поймайте птицы, поместите их в гнездо. Ага. Это как бы дети опили, да? Вот они. Они будут убегать, да? А, сволочи, я пойду. Поймаю вас всех. Я одного поймал, я отпустил. Хорошо. Раз, два, собрал. Мама. Просто... А! Опа, карточка. Там что-то, кстати... Там сама птица эта стрёмная. Я... Слышь? Что за говно? Может быть, мне по одному их брать? Давайте по одному будем. Ага. Куда ты побежал? Блин, придётся их по одному таскать. Ну, говно. Всё, сиди там. Хорошо, взял. Ещё один есть. Напасть! Стой, мелкий ушлёпок. Стой. Да не дёргайся. Сиди здесь. Сколько у вас ещё осталось? По-моему, двое. А ну-ка сюда. Наконец-таки другого цвета. Боже мой, как страшно. Взял. Что? А кто ещё тебе звуки издаёт? Стоп! Стоп. А, да, хорошо. Я думал, что я четырёх взял. Теперь я вижу, что я забрал всех. Но мы всё ещё слышим чириканье. Так. А ну, перестань. Птичка. Они ещё где-то здесь, как будто бы. Окей. Судя по всему, нам нужно будет сейчас открыть эту дверь. С мамочкой. Но я думаю, она нас поймёт. Когда увидит, что мы всех птенцов собрали. Сюда. Закрой! Закрой! Спасите! Спасите! Нет! Злые пацаны не спасли меня. Я же был в их команде. Но-ка сейчас понял, что я собрал не всех птенцов. Теперь их шесть. Но мне смущает, что эта дверь почему-то закрыта. Эта дверь закрыта. Я не смогу туда убежать. И что мне? Это всё? Меня игра запорола своим багом? Ладно, посмотрим. Может быть сейчас откроется? О, нет! Пожалуйста, откройся! Пойдёмте прятаться за птенцов! Ребят! Вот, смотри, смотри, это я собрал. Не благодари, не благодари меня, птичка. Тупая кривая игра! Всё, дверь закрыта. И как мне теперь пройти? Никак не пройти. Нельзя загрузить главу. Мне придётся всё заново проходить. Я перепрошёл всю игру заново. Мне очень понравилось. Много новых деталей интересных нашёл. Всё, собрал последних птенцов. И теперь надо выпустить птичку и обмануть её. Как раз-таки там дверь открыта в этот раз. Сейчас, подожди, пока свет включится. Ты там нас ждёшь? Она там нас ждёт. Побежали. Окей, она бежит. Ну, ладненько. По идее, вот здесь. Такая задумка. Есть! Отлично! Свет, не выключайся больше, пожалуйста. Опа! Мы снова в этот коридор вышли! Вау! Ты кто? Найдите и войдите в подходящую дверь, прежде чем вас загонят в угол. Что было сейчас? Так и внезапно сдох. Такая быстрая улитка оказалась. Надеюсь, не снова собирать птенцов. С дверью закрыта. Я просто покончу с собой. Нет, всё в порядке. Нет, нет. Да что? Может быть, нельзя отворачиваться? Так, что же мы делаем? Ха! Ха! Окей! Может быть, с дорожки нужно уйти? Стоим на месте. Стоим на месте. А что? А-а-а! Я понял. Стой и беги, когда она раздвигает глазки. Но сейчас она меня убьёт. Да! Надо было подальше отбежать. Всё, механика ясна. А что это за подходящая дверь? Какая из них? Как понять? Ну, это точно не это. Ладно, просто побежим в самый конец. Пошли! 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 Идём, 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 идём. Максимально, идём, максимально. Стоим. А она будет вот так вот к дверям подползать, наверное, и глаза раздвигать. Может быть, вот эта дверь? Ну, это, по-моему, единственная дверь, которая нам подходит. Она светится. Стой. Где ты прячешься? Открывай. Скорее, открывай. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну! Ладно, здесь темно и страшно. Это что-то новенькое. Слушай, она там продолжает ползти. Снова дроны здесь лежат. И куча пушек. Понял, нам нужно будет стрелять. Чувствуй себя пиратом. Смотрите, ракушка. Надо собрать все ракушки, судя по всему. Сейчас соберём. Я уже вижу их. Что за ракушки грёбаные надо собирать? Для кого это? А, складываем их сюда. Хорошо. Кажется, все. Давай-давай, быстрее. Я уже даже не помню, сколько я нашёл их. Правильно? Всё, дверь открылась. Хорошо. И у нас новая ключ-карта. Эмбин приятный. Море. Не сюда? А куда? Оп-оп. Что? Ой-ёй-ёй. Ой, что это значит? Я не понял. Стреляй! Отлично. Сюда. Следующая. Опять? Ладно. Следующий левел? Что мы делаем? Нужно стрелять только подсвеченные кнопочки. Нужно... Только одна может стрелять за раз. Таймер не должен выйти три раунда в общей сложности. Короче, не должен истечь раунд. Давайте попробуем нажать, может быть. Ну-ка, какая? Скорей! Хорошо, есть. Правильно? Опять? Мы что, рестарт сделали? Что это значит? Мы просрали. А, наверное, таймер вышел. Истек, точнее. И все. И придется заново теперь начинать. Давайте начнем заново. Давай. Успел? Успел, видимо. Какая? Сразу наверх. Сразу наверх. Гоу. Ты какая? Сволочь. Окей, еще раз. Да чтоб тебя. Бьем. Окей, еще одна. Какая? Какая? Вниз! Пожалуйста, успел я? Сразу наверх побежали. А, нет, мы все уже. Три раунда, получается, прошли. Супер! Пошли в жопу стулья. Смотрите, здесь ничего нету, но вот тут ключ-карта. Она нужного цвета, чтобы нажать эту кнопочку, видимо. А че я нажал? Мы ведь нажали ее? Да, мы ее нажали. Но тут больше... Почему я не бегу? Спринт! Тут больше дверей нету. Неужели надо назад возвращаться? Ну, на всякий случай взяли. Стреляй. Пофигу. А, все. Выходим в коридор. Та дверь открыта, кстати говоря. Но мы, по-моему, пришли оттуда как раз таки. Нам нужно вот сюда теперь. О, боже мой. Записка. Дорогая мама, я в порядке, и Клэр тоже в порядке. Милая медузка спасла нас от большой птицы и злобного красного человека. Мы собираемся пойти... А, мы пойдем в дом этой медузки. Хорошо. Пойдемте в дом медузки, видимо, вместе с ними. Оп. Мы не допрыгнем же. Ну, мы же не допрыгнем туда, правильно? Насколько далеко мы можем прыгать? Сейчас, погодите. Я не уверен, что я туда смогу допрыгнуть. Может быть, тут еще есть? Может, какая-нибудь кнопочка? Ладно. Видимо, нужно просто прыгать. Ну, пробуем. Оп. Есть. Давай. Хорош. Хорош. Мы прыгучий чувак. Нормально все. Есть. Не допрыгну. Выступ. Кажется, прям... Кажется, прям на грани. Здесь не будет никаких обманок. Или чего-нибудь подлого. Нет, все нормально. It's ok. Главное, слишком далеко не прыгнуть. Куда нам дальше нужно? Вот сюда. Ладно. Да? Опа! Кассетка. Черт. Очень легко можно, на самом деле, прыгнуть, как не надо. Как я бы не хотел. Господи, ну как... Сколько нам еще прыгать-то здесь? Вот сюда надо будет аж. Ох, я знаю себя. Я могу запороться в самый последний момент, когда самое легкое. Потому что я перестану быть бдительным и осторожным. Ладно, это все нормально. О-о-о-о. Хорошо нужно как следует разогнаться нам. Давай. Есть! Костюх! Пожалуйста, только не погоня. Хотя... Это немножко нам... Пощекочет нервишки и... Сбодрит тортик. Но тортик это ложь, мы все это знаем. Здрасте. О, это Бан-Бан со своей подругой. Я забыл, как их зовут. Смотрите, двери со всеми персонажами. Мама. Дрон! О! Он мне не поможет. Ты злой, ты злой, ты злой, ты злой! Знаешь, в обычный день ты бы стоял там же, где и я. За безопасным стеклом. Как будто ты в зоопарке, наблюдаешь за животными. Говоря о зоопарках, сейчас почти время сбора, когда все двери открываются, поэтому мы будем кратки. Слушай, мне жаль, что я ударил, но ты должен понять. Мне нужно было от тебя кое-что, что я мог получить, только если ты был без сознания. А у меня закончились успокоительные. Если бы ты видел меня, ты бы мне не доверял. Я это знаю. Но есть одна вещь, о которой я тебе не лгал. И это то, что я знаю, почему ты здесь. Вы здесь ради своих детей. Если вы можете в это поверить, я тоже работаю над их спасением. Но они есть у кого-то другого. Кто-то намного сильнее нас с тобой, обитающий глубоко в бездне. Что за бездна такая? Кто ее сделал? О, нет. Тебе нужно идти. В аллее Апилия Бёрд. Есть лифт. Спуститесь на нем, и мы снова поговорим. Ага. Аллея Апилия Бёрд. Это вот сюда, это вот сюда. Это вот сюда. Эй, открывай. Открывай-то дверь. Мама. Ну, пожалуйста. Ты был плохой студент. Вы что, хрени? А, все. Бегом, бегом, бегом. А, это она бежит за мной. Это подруга этого красного бонбана. Какого черта? Сюда, что ли? Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Мама. Дрон. Ааа. Куда? Какого? Джамбо Джордж, перестань. Все, все нормально. Налево или направо? Налево. Я не знаю. Не сколим, Евгений. Все будет в порядке. Она медленно. О, что ты заработал? Я не нажимал ничего. Крестик. Это плохо? Это хорошо? Кнопочку нажал. Кнопочку-то нажал? Блин. Значит, нажал кнопочку. Что там такое? Блин. А! Есть. Вот для чего это нужно было. Хорошо. Ключ-карта, которая подкроет эту дверь, наверное. Фух. Если ее убили. То есть Джамбо, он против всех. Он злой. Абсолютно ко всем. Спускаемся ниже. О, тут жижа. Жижа этих ребят. Спускаемся вниз. Еще глубже. В самую бездну. Неважно, что. Не спускайся вниз. А! Несмотря ни на что, не спускайся вниз. Затемнение. Крутая шапка была разблокирована. Зачем она мне? Спасибо, что сыграли. Продолжение можно здесь. Она уже, кстати, вышла. Окей. Ну! Неожиданная концовка. Я думал, она будет более динамичная. Закроется на каком-нибудь сцене, где там, как вот в прошлый раз мы упали. И такое, что же будет дальше? Ну, в целом, неплохо. Понятно дело, что разработчики, у них есть интересная идея в голове, которую они пытаются реализовать максимально быстро, чтобы конкурировать с Хаги и со всеми такими играми. Такого плана. Они хотят быстрее. Не затягивать, чтобы хайп не прошел. Поэтому делают очень скудный дизайн, минималистичный. Это не минимализм, который... Красивый минимализм. Это просто... Ну, давайте. Это, это, это. Так, все. Игра готова. Выпускаем. Вот это, вот это, вот это. Игра готова. Выпускаем. Однако, мне все равно любопытно, что же будет дальше. И мы с вами поиграем очень скоро. Надеюсь, что вам понравилось. Мои дорогие детишки. Подписывайтесь на канал. Вступайте во все мои соцсети. Не забывайте про мой бусти. Ссылка на него будет в описании. Про мой сервер Майнкрафта тоже в описании. С вами был Юджин, друзья. Спасибо вам всем большое. Люблю вас всех. Обожаю. Целую. Обнимаю. Конечно же, пять. Вот такая вот цель. Хорошенькая. Давайте, готовьте. Раз, два, три. И пять.